Продолжение следует... Я хотел бы сделать преподнесение этого урока явным и таким взаимосообщающимся. Поэтому, если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте вопросы. Если что-то не особо понятно или ясно для вас. Или, может, вы боитесь чего-то по каким-то причинам. Я молюсь о том, чтобы в течение этой недели эти знания по этому вопросу умножились в нас. И чтобы было высвобождение пророчеств. И, как я сказал уже в начале, я верю, что этот курс должен быть не только теоретическим, но и практическим, чтобы мы могли понимать, в чем мы двигаемся. И поэтому я хочу, чтобы вы все были вовлечены. И я хочу, чтобы именно через практику вы поняли, как это работает. Договорились? Мы знаем, что пророчество имеет подтекст, контекст. Пророчество — это не просто что вытекло, вышло из... Это всегда имеет особую форму и смысл, почему оно так вышло. И с этим контекстом, из-за этого контекста... Из-за будущего контекста, то, что явится, в будущем и откроется. Но это не всегда только в этом дело. Как мы будем дальше изучать, мы увидим, что пророчество имеет разные уровни и разные смыслы, и разное, как бы, действие. И это не всегда о будущем. Иногда, вернее, очень часто... Иногда у нас есть ошибочное мышление о том, что пророчество — это всегда о будущем. Это может быть, следуя из контекста... Это может быть в упор к вашему лицу. Прямо в лицо. Это может быть прямо сейчас. Это может быть вот так вот. Высвободившись, и прямо в твое лицо высказано. Если не хотите, чтобы я подходил ближе, не садитесь на первый ряд. Все пересядут на зад. Очень часто, когда есть нужда в покаянии... Вот именно как в примере с Нафаном и Давидом... Давид должен был прийти к пониманию, что он сделал на самом деле очень серьезные, неправильные вещи. Когда мы видим эту историю, мы видим, что Давид не слышал тихий голос своей совести о том, что он сделал что-то не так. Иногда у нас есть этот тихий голос совести, который нам шепчет, что мы тут кое-что не так сделали. И мы часто пытаемся игнорировать его, как делал Давид это. Но мы также должны понимать, что этот тихий голос совести, он тоже для своей цели в нас есть. И мы видим в истории с Давидом, что вот этот тихий голос совести местами не работал в жизни Давида. Он знал Бога. У него были настоящие взаимоотношения с Богом. Он слагал песни о Господе. И песни некоторые даже пророческие были. Он ходил с Господом, он разговаривал с Богом. Бог являл ему свою силу. Бог давал ему, дал ему силу убить Голиафа. Все эти вещи происходили с Давидом. И он знал, что Бог не хочет, чтобы он делал хоть что-то подобное, что он сделал. И его искушение было очень велико. И он упал. И потом попытался замести следы. Двойная проблема. Он не только согрешил, упал, он еще и попытался замести следы своего преступления. Если вы вовлечены в служение, вы должны быть внимательны. Дьявол будет пытаться подставить вас, подножки вам сделать. Но даже если вы не вовлечены в полновременное служение, дьявол также будет пытаться сделать, чтобы вы упали. Разрушить ваше свидетельство. Позвольте мне сказать кое-что. Ваше свидетельство это не то, что вы говорите. Это то, кто вы есть. Помните об этом. Это не то, что вы рассказываете. Это то, кто вы есть. Мы можем видеть много вещей и говорить много разных вещей, но мы не можем скрыть то, кто мы есть. И я верю, что сегодня есть это место конфронтации в пророчестве. Мы видим в Новом Завете, в Писаниях Нового Завета, что принципы пророчества направлены на ободрение. Но мы не должны с вами попасть в ловушку, думая, что это единственная цель, для чего нужны пророчества. Очень часто на сегодняшний день это все, что я слышу. Когда кто-либо хотя бы более-менее немного известный имеет якобы пророческое служение, и он имеет приглашение на служение, и многие выходят, потому что они хотят услышать Слово, но они ожидают Слово, которое комфортное, приятное, ободряющее и как бы поглаживающее их по головке. Они не хотят услышать «ты тот человек», как Нафан сказал Давиду. Есть люди, которые ходят от служения к служению и ожидают вот этого приятного пророческого Слова. В контексте пророческое Слово может быть очень конфронтационным, особенно для тех, у кого есть тяжесть в сердце по поводу некоторых вещей. Это также касается общества в целом. Я озабочен и разочарован, что пророчество настоящее истинное библейское пророчество не имеет эффекта для общества в целом. Есть человек в Финляндии, его псевдоним Моисей. Я даже не помню, какое его настоящее имя. Но он провел много лет, приходя в парламент, к зданию парламента в Финляндии, и молясь за парламентистов, за депутатов, которые там. И он стал настолько известен, что некоторые депутаты даже спускаются спросить его мнения и совета по поводу некоторых решений, которые им стоит принимать. И у этого человека есть настоящее пророческое опомазание. И у него есть влияние на те решения, которые принимают. Я бы мечтал о том, чтобы каждое правительство каждой страны в мире имело такого пророческого консультанта, который бы наполнен был Духом Святым. И который говорил бы смысл тот, который на самом деле есть. Пророки древние и апостолы приносили суд и призывали к праведности. Особенно апостолы новозаветные, они призывали людей прийти в порядок, привести жизни в порядок. С пророческого ракурса, так сказать. Они говорили о общественном зле и несправедливости. Голос церкви сегодня у них пластырь на губах, заклеены рты. Церковь сегодня, к сожалению, не провозглашает то, что неправильно. Не высвечивает. Вы не думаете, я прав? Но это правда. В обществе, в мире. Церковь потеряла свое влияние на общество. Если вы хотите настоящего пробуждения, мы должны вернуться к правильному пророческому служению. Пророчество это то, что сделано с контекстом. И этот контекст это взаимоотношение Бога с человечеством. Завет Бога. Знаете ли вы о скольких заветах говорит Писание? А вообще-то восемь. Есть восемь заветов в Писании. Если я приеду и вы меня пригласите еще поучить, я могу поговорить о этих восьми заветах. Я чуть-чуть закидываю удочку о том, что я знаю. Если мы поймем с вами о заветных отношениях с Господом, которые Он хочет иметь с нами, также мы больше с вами начнем понимать о пророческих, о части пророческих вещей, которые хочет Бог иметь с народом. Завет это то основное, что хочет Бог иметь с тобой. И в Писании нам открыто, какие эти должны быть взаимоотношения. И я хотел бы сказать вот что. если пророчество работает за рамками Завета или в контексте Завета в своей полноте, если пророчество не функционирует в контексте Завета и у Него нет полного взаимоотношения и подчинения с Заветним отношениям, это ложное пророчество и не от Господа. Я даю вам очень сильное, такое серьезное утверждение. Но мы должны увидеть его и понять в плане Писания, в контексте Писания. Пророчество для меня очень серьезная вещь. Это не очень, ну, это не легенькая темка. Для меня это касается всех вещей, в которых мы имеем взаимоотношения с Богом, всех сфер. Я верю, что наши взаимоотношения должны быть наполнены радостью, приятными быть, но также должна быть очень серьезная сторона этих взаимоотношений. Я не думаю, что мы должны ходить с кислыми лицами. Бог хочет, чтобы мы были наполнены радостью Его Духа Святого. Но есть вещи, которые мы должны изучать очень серьезно. Есть вещи, с которыми мы не можем просто играться. что может делать пророчество для нас сегодня? пророчество для нас может делать сегодня, это показывать, как в нашей повседневной жизни мы можем отложить в сторону библейские истины. И мы можем уйти в наши собственные пути. это также может вынести во свет наперед, показать нам очень ясно, во что мы вовлечены. то, что мы пытались избежать в наших жизнях и пытались написать на наших сердцах и показать путь, по которому мы должны идти. Это может убедить нас и обеспечить нам новое направление. И если это происходит так, новые вещи начинают расти. Другие дары начинают проистекать, если эта вещь построена правильно. И тогда появляется сила в новом направлении. есть гораздо больше пророчеств, чем мы можем найти в Писании. Библия даже подтверждает это. доказательства. Были пророчества в то время, которые были ободрением и утешением для тех, кто следовал за Господом. написали книги. Некоторые написали книги. Некоторые, скорее всего, написали песни, как Давид. Некоторые были потеряны во временах и неизвестны на сегодняшний день. Еремия и Езекииль принесли некоторые изменения в ежедневную пророческую жизнь. То, что Библия нам открывает сегодня, показывает смысл, что еврейское общество потеряло в их размышлениях. Некоторые вещи имели контекст будущего. Другими словами, вещи, которые мы находим, встречаем в Библии сегодня, когда еврейское сообщество пыталось все собрать вместе. Они думали, что это должно быть важным только для них тогда. Они не задумывались о том, что это касается будущего, они думали, что это касается только их на тот день. Ветхозаветные пророки говорили в контексте еврейских традиций. они использовали устную письменную традицию отцов. Вещи, которые принадлежали их сообществу, их обществу. Некоторые пророки были ковалями кузнецами, извините. Я видел вчера в Николаеве Бориса Сауловича. У него очень интересный путь использования словесных оборотов. Это то, о чем я говорю, кузнец слов. Он очень интересно вкладывает смысл в слова, которые кажутся комическими, но на самом деле там очень серьезная цель и предназначение этих слов. Мы также находим, встречаем таких людей в Писании. Аввакум был одним из них. Мы прожили годы в Бельгии. И в Бельгии слово, которое означает пирог, произносится как кук. «Хочешь пирог?» А на датском, если ты не на датском, на голландском, если ты хочешь чего-то, это «хаба». и вместе получается «хабакук», «хабакум». «Хочешь пирог?» Так что его имя переводится «хочу пирог». «Хочешь пироги, мы имеем первоклассных пророков. Исайя очень прекрасный пример этого. «Хочешь пироги». Но в ключе и в смысле Нового Завета пророки и пророчества немного другие. Если мы посмотрим с вами в Римлянам 12 главу, 6 стих 12 главы. «Хочешь пироги». И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчества пророчества по мере веры? Показано здесь то, что мы можем рассмотреть в контексте Нового Завета. Пророчество нуждается в том, чтобы мы имели веру и доверие. и оно не будет успешным без этого. Это тоже мы можем использовать как мерило пророческого слова. работа Ешуа и его служения являются ядром того, что все пророчества должны быть взвешены и иметь мерило. 1 Коринфянам 12 глава стих 3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафеми на Ешуа, и никто не может назвать Ешуа Господом, как только Духом Святым. И здесь мы видим, что пророчество это полнота работы Ешуа. Если Дух Святой работает в вас, тогда ваше пророчество может быть исследовано, взвешено по очень важным принципам. Мы при продолжении объясним эти принципы. Откройте, пожалуйста, Матфея седьмой главу. Матфею chapter 7 verses 15 to 20 с 15 по 20 стих. Здесь говорится о том, что мы должны быть внимательны. И здесь говорится о пророчествах и пророках. Благодаря правилам правилам. Они приходят к вам wearing sheep's clothing, но underneath they are hungry wolves. You will recognize them by their fruit. You can people pluck grapes from thornbushes or figs from thistles. Likewise, every healthy tree produces good fruit, but a poor tree produces bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit. or a poor tree good fruit. Any tree that does not produce good fruit is cut down and thrown into the fire. So you will recognize them by their fruit. берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам узнаете их, собирают ли стерновника виноград или с репейника смоквы. Так всякое дерево доброе приносит плоды добрые, а худое дерево приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Это местописание как настоящий ключевой тест для тех, кто говорит, что у них есть пророческий дар. взвесьте, проверьте их жизнь. Это на сегодняшний день гораздо легче сделать, чем какое-то время назад. У нас есть такая штука интернет. И в принципе, если постараться, можно найти информацию о ком угодно или о чем угодно. И вы также можете найти информацию обо мне. Если вы запишите мое имя в поиске Гугла, он выдаст вам несколько интересных вещей обо мне. не все из них правда, но в любом случае. Вы должны смотреть на плоды в жизни людей. Какие они? Плоды. Что вы можете увидеть в их жизни? Как они выглядят, когда вы их встречаете? как они относятся к тебе? Каким образом они разговаривают? Все эти вещи достаточно важны. Мы должны быть очень осторожны. открыты достаточно к тому, что Бог хочет проговорить. Итак, плоды. Я думаю, что вы все-таки слышали это до меня. Николай? это скорее всего было на конференции здесь перед ретритом, которая была. Когда приезжали по-моему Шэдди Гроу и Рик, помните, говорил о фруктовом дереве, об апельсиновом дереве, к которому он возвращался. У меня, кстати, есть очень похожая история. И я был в лесу и смотрел на деревья. Листья шевелились, а я ожидал плодов. естественным путем плоды появляются на деревьях. И можно не напрягаться, нет ничего странного в этом. То есть плоды появляются на деревьях. И история вот в чем. Если вы подойдете к дереву, обнимете и напряжетесь так дерево так не делает, оно не напрягается и оба появился плод. Это достаточно естественный процесс. И вы должны наблюдать за жизнями людей. Приносят ли они свой плод натурально, естественно? или это напряжение для них? Некоторые люди пытаются, но они проигрывают, потому что это неестественно. Если мы имеем дело с пророчествами, так же мы будем иметь дело с даром распознавания духов. Когда мы будем продолжать, мы будем касаться разных моментов. Мы будем смотреть на развлечения. мы также коснемся духа мудрости и духа знания, слово знания. И посмотрим, как они взаимодействуют вместе. Слово мудрости, слово знания и развлечения. Но я хотел бы все равно больше внимания остановиться на пророчествах и не уходить далеко глубоко в эти другие моменты. Но мы обязательно их коснемся, потому что они все вместе в некоторых моментах взаимодействуют и нам надо знать, как это работает в целом. Пожалуйста, не ожидайте от меня полноты объяснения слова знания и дара мудрости или дара развлечения. Мы просто слегка посмотрим, как они работают и соединяются вместе. Если я не одену очки, я вас не увижу. Если одену, не смогу прочитать.